В рамках масштабной реформы пассажирского транспорта на очередной сессии депутаты Воронежской городской думы одобрили создание муниципального бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок». В первую очередь такая необходимость вызвана серьезными изменениями в ряде федеральных законов, поэтому к новому МБУ перейдет часть функций действующего Центра организации дорожного движения, так называемого СОДД. А также появится много новых полномочий, которые должны кардинально изменить в лучшую сторону ситуацию с организацией работы общественного пассажирского транспорта в миллионном мегаполисе. Часть полномочий с СОДД переданы в управление дорожного хозяйства, соответственно необходимо всем же штатам создать новое предприятие, которое будет администрировать транспорт, парковочное пространство и так далее, выделенные полосы. Поэтому создано это МБУ и не увеличивая штат, то есть часть сотрудников переходит из СОДД в МБУ. Ну в принципе остаются все те же функции, плюс добавляются некоторые еще полномочия. Федеральный закон 220-х очень большие требования по новым договорам, поэтому мы уже начинаем готовиться, прорабатывать, как будут расшляться торги, как будут заключаться новые договора и так далее. Это МБУ будет заниматься и разработкой маршрутной сети, транспортной сети и подготовкой документов для организации торгов по маршрутной сети, то есть полномочия несколько увеличилась. Несмотря на развернувшуюся дискуссию, большинством голосов народные избранники поддержали создание единого оператора городских пассажирских перевозок, так как его функционирование не повлечет дополнительного расходования средств бюджета городского округа город Воронеж. А с его помощью будет наведен надлежащий порядок по вопросам, которые постоянно волнуют жителей города. Например, жесткий контроль за своевременным и полным выпуском автобусов и троллейбусов на каждый маршрут, обеспечение безопасности дорожного движения, фото-видеофиксация нарушений ПДД водителями, с последующей передачей их в органы ГИБДД для привлечения к административной ответственности. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...